Бюро судебно-медицинской экспертизы. Пиствела. Доктор Джек Хэммон. Слушаю вас. Добрый вечер. Это Кейт Брукс. Не уверена, помните ли вы меня? Мы разварились с вами несколько дней назад о статье, над которой я работаю, о вашей жене. Я разоглядывал прошлую пятницу, хотела поговорить, но у вас не было на месте. Пришлось попросить охранника, чтобы передал вам весточку от меня. Я бы хотел обсудить... Я вроде ясно дал вам понять, какой мой ответ, но повторю еще раз. Нет. Перестаньте назвать мне. Хватит расспрашать о моей жене. Проклятые журналисты. Не дают мне работать. Черт побери. Не в лучшей форме, чтобы записать лекцию для студентов. Чувствую себя... ...абсолютно разбитым. Где я оставил таблетки на этот раз? Так, найти таблеточки в уборной. Ты оставил их в уборной. Всех привет, ребят. Всем приятного просмотра. Корей, совсем мур-мур. Всех люблю. Не забывайте про лайки, подписку, комментарии. Так, поиграем мы сегодня в игру. Будем мы с вами патологоанатомами. То есть, в прямом смысле, будем выполнять его работу. Плюс, параллельно, это должен быть хоррор. Наш главный герой, по идее, будет потихонечку сходить с ума. Так что давайте осмотримся, что у нас здесь есть. И да, держу в курсе. Я, наверное, не буду успевать читать некоторые тексты. Так, ша-со-ре. Ага, да. Неплохо было бы уже починить кофемашину. Словно это было в другой жизни. Так, это, так понимаю, это наша жена, да? Ну, ничего такая. Так, ага, свет. Среда. Не мой самый любимый день. Хотя понедельник намного хуже. Так, а Стивен не убрал за собой. Неопределенно платит слишком мало за такое. Так, а это, я так понимаю, письмо от журналиста, да? Да? Здравствуйте, Кэт. Ладно. Положим. Пошлите заберем наши таблеточки. Где у нас тут? В ванной комнате, да? У нас здесь вот она. Бэтрум. Ладно, Джек, соберись. И возвращайся к работе. А можем еще выпить? Я уже принял таблеточку. Передозировка мне ни к чему. Сначала нужно установить камеру. Так, принесите камеру из хранилища. Где у нас хранилища? Вот у нас хранилище. Это место все больше походит на обычную захватную комнату, а не на хранилище. Не забудь на этот раз нажать на кнопку записи, да, Джек? Хранилища на кнопку записи. Медленнее. Было вообще шикарно. Надеюсь, с новым штативом проблем не будет. Да. А вот у нас наш мужчина, который мы будем с ней препарировать. Да, кстати, в игрушке вот есть размытие, а можно играть без размытия. Так что, если захотите, можете выключить эту функцию. И у вас будет видно усём. Но так как мы на ютубе, то, думаю, лучше не стоит. Теперь выставим кадр. Как вам, нормально так? Видно всё? Сойдёт. 20 ноября 1991 года, время 20.43. Запись лекции для студента медицинского направления университета. Вскрытие произведёт доктор. Добрый день всем. Приветствую вас. Сегодня вас ждёт весьма сомнительное удовольствие. Будьте наблюдать за полным процессом вскрытия трупа. Тем, кто уже проводил отопсию, это, видно, поможет свяжить знания. А тем, кто знает о вскрытии только из учебников, я настоятельно не рекомендую смотреть это после еды. Ну, либо во время еды. Да, кстати, всем приятного просмотра. Так, посмотрите на доску. Скальпель, ножницы, шприц, учительное стекло, нож. Кажется, я забыл помыть нож. Так, посмотрите на доску, на вот эту воду. Так, приступим. Рассказать студентам, что важно, важно в вашей профессии. Так, на нас всегда должны быть перчатки. Если есть, вероятно, то, что может брызнуть вам в лицо. На случай порезов, всегда имеется под рукой дезинфицирующее средство. Врали ли вы забудьте справлять трупные ядом. Но если у вас проблемы с почками или печенью, всё вполне может кончиться диареей. На столе для вскрытия располагается труп. Так, он лежит слева, потолом стоит по правой руке от тела, да? Убедитесь, что все необходимые инструменты у вас под рукой, чтобы не тратить время и не берить по кабинету. Как обычно, это бывает у меня. В процессе судьбенной бицейской экспертизы сложно сохранить труп и его изначальным состоянием. Поэтому очень важно всё сфотографировать, да? Будьте терпеливы, проявите дотошность и, самое главное, не пускайте из виду ни одну деталь. Очень много травм с заметным буквально невооруженным глазом, но порой нужно добраться на глубины, копнуть глубже. И помните, никто не лучше так выстраивать логические почки, как работа с трупом. Скоро все будет думать, что вы разговариваете сами с собой. Хорошо. Заглянем в учет полиции. Здесь собраны все информатные, а с точки зрения дела, например, кем был и мог быть умерший. Посмотрим, что тут у нас. Опять же, сильно, быстро текст идет. Так, что у нас тут? Покой назвали Тобиас. Вокровую знали, как старину Тоби. Последние пару лет у него было постоянное... Пару постоянное место жителя? Правильно. Труп был найден на стоянке автозаправки. Дед Тоби часто видели, он просил здесь милостину или предлагал водителям противостекло. Слышь, это не тот Тобиас, Гарри Поттера, которого освободили, которому носочек дали. Тело нашел сотрудник заправки во время утренней смены. Сперва он подумал, что в канаву кто-то выкинул ботинки и плащ. Но спустя нестил наявление, я осознал, что перед ним была группа одежды и труп мужчины. Большую часть жизни он проработал в местном порту, где разоружил грузы. Его уволили за пьянство и драки. Сын Тоби владеет магазином строительных материалов. Жена ушла пару лет назад. Окей. Короче, Гарри Поттер-то освободил тебя, Добби, но... Что-то явно пошло не так. Так, изучить мертвяное дело. Так, мы же изучили уже. Или дальше. Так, отложите полицейский отчет. Хорошо. Так, пригодится, будь изучать тело. Так, нельзя начинать процедуру без перчаток. Нужно в голове держать информацию, где был найден труп, и что с ним было. Так, одену наши перчатки. Вот наши перчатки. Время сделать фотографии для отчета. То ли, куда я положу камеру? Нужно быть где-то здесь. Наверное, вот туда. Так и знал. Вот она. Так, как я уже говорил, перед внутримислениями нужно осуществить труп в том состоянии, в который его доставили. Сначала сделаем фотографию всего тела. Старайтесь снимать сверху вниз. Но помните, что это не всегда будет возможно. Нужен идеальный кадр. Взять камеру. Так, а сверху вниз, это как это? Я могу на тебя запрыгнуть? Нет, не могу. Во, вот так, да? Вуаля. Так, не торопитесь. Смотри, труп с этой стороны. Взгляните на него вблизи, из-за расстояния нескольких шагов. Ваша цель сейчас обнаружить какие-то следы, да? Так, фото тело. Ага, вот рану нашли. Но? Как фотографировать? Сделать фотографию я не могу сделать фотографию. Почему? Аля, игра. Почему я не могу сделать фотографию? Ну вот, смотри, я подхожу. Оно светится. Может, еще ближе, да? А, вот масштаб. Хорошо. Это выглядит интересно. Обязательно нужно будет проверить, насколько серьезно была травма. Лима покойная, умереть из-за нее. Хорошо, первая фотка есть. Так, пошлите. Сделаем вот это вот. Так, плохо зажитая рана. Надо будет взглянуть на нее поближе. Окей, две фотки есть. Не, не она. Какой красивый педикюрчик. Так, нога, охраны. И следы в морожении. Вперед, на покой наносил обувь слишком маленького размера. Хорошо. Тоби, я таки, извиняюсь, но... Ладно, твою бурку мы фоткать не будем. Руки, да? Ага, вот. Так, загрубевшие руки должно быть отрезать тяжелых зельской работы. Все, отлично. Чуть позже мы решим. То есть, виду нас... Нужно будет изучать. Насперо нужно вписать основные данные. А куда вписать? Так, куда вписать? Так, прикрепить фотографию на доску для фото. Ага, вот она где. Раз. Так, провести вскрытие. О, ребят, всем приятного аппетита. Кто сейчас смотрит, мы будем начинать, да? Скальпель нож. Так, отчеты расследования местного судьи медэксперта. Так, личная франция, дело без отчеты, да, так как вы видите, я все записывал, заранее подготовил форму. Каждый потолок должен всегда, похоже, описывать процесс. Это позволит не только лучше следить за процедурой, но и поставить полученное свете на основе, которое нужно. Ага, ну, довольно третий времени на подготовку. Начнем изучать пятна с фотографией. Надо подобиться лупа. Лупа. Так, лупа, ади лупа. Вот так. Так, осмотрите все, что вызывает подозрения. Погоди. Так, табы, инструменты. Хорошо. Шрифт, планшет, инструменты. Нам нужна лупа. Вот. Так, с чего начнем? Давай начнем с этой ранки. Похоже на ожог. Ставлю в доллар. Что это было больно. Но к делу это никак не относится. Хорошо. Давай на руку посмотрим. На пальце заметно следы и обморожения. Это можно определить по характеру цвету кожи. На голову покойно присутствует гематома. Особое видео можно предположить, что она была получена при жизни. Да, еще чувствую запах спирта. Если добавить ваковой в наше уровне, получится клачевский несчастный случай. Хорошо. И ноги. У нас здесь целый набор отморожения. Ссадины, волдыри. Так, таби, видел долго носил ботинки, которые ему слишком малы. И вообще ходил без обуви. Так, мы нашли множество повреждений ран. Это на серьезные травма головы. Нужно еще разглянуть на заметки. Так, отметьте все ноги на проведении на планшете. Да? Ну, давай посмотрим. Shift, по-моему, планшет. Так, сначала отмечу положение повреждений. Так, голова. Потом на животе. Рука. И ногам. Давай запишем, какие причины, предположите, могли привести к смерти. Давай запишем. Так, гематома старая. Так, я думаю, гематома. Так. Жилый-бездомный нередко погибает от падения. Тоби поскользнулся в саду и упал. Так, ночью в последнее время необычно холодно. Применедлить признак обморожения внутренних органов. Так, учитывая условия, которые их ему проводилось, ночевать. Он вполне может заработать гипотеритемию. Напишет, как правильно пишется это слово. У нас такая возможность не интересует, да? У нас покойная... Такой она пахнет спиртом. Значит, к нашему спичку добывается алкоголизм. Ну, окей. Так, отложить планшет. Продолжить работу. Так, проверить стадию трупного окоченения. Так, возьмем нашего покойного за руку. И по нему будем поднимать. Так, и что-то нам дает. А затем отпустим. Как мы ждем, рука свободно падает. Так, похоже, смерть наступила более 72 часов назад. У полицейской была верная информация. Так, а дальше что? Взаимодействовать. Падение алкоголя, уморожение. Так, с помощью пилы искрить черепную коробку. Мне понадобится специальная пила. Ребята, мы же будем черепную коробку скрывать. Так, его. Вот это да? Нет, это лампа. Вот пила. Все, поехали. Нужно сделать распил от уха до уха. Ага. Понял. Нужно просто нажимать. Пилацать, в общем, нужна по мышке. Так, а затем удалить кожу и крышку черепа. Окей. О, бонжор. На первый взгляд, оба полушария в порядке. Прекрасный мозг, посмотрим на него в разрезе. Давай. Так, некоторые мои коллеги предпочитают смотреть в органы, не вынимая. Но мне так намного удобнее. Когда объект изучения, можно осмотреть со всех сторон. Нужно переложить мост на доску. Давай переложим. Где наша доска? Вот наша доска. Так, нам понадобится нож для... С длинным и узким лезвиям удержать его. Ага. Окей. Так, резать. Что нужно делать? Думаю, вообще не могу. Таблетки. Где таблетки? Все кружатся. Таблетки. Надо принять таблетки. А, надо просто мышку вниз тянуть. Как же неудобно. Отлично. Судя по всему, гематом никаких нет. И она никак не повлияла на мозг. Так, продолжить проведение вскрытия. Ой, что-то нам плохо, ребят. Таблетки. Нужно принять таблетки. А, может пойдем за таблеточками? Где-то туалет. Вот у нас таблет. Так, дай таблеточку. Ой, а ручки помыть. Ну ладно. Фу, хорошо. Да, но ручки мыть, ребят. В любом случае. Так, что нужно делать дальше? Нужно вычивать несчастные случаи, да? Площари Мозы. Ярко выраженные. Ага, окей, окей, окей. Так, исключить падение из возможных причин смерти. Моз, покойно в хорошее состояние. Придется прийти изучение остальных органов. На, давай. Так, не пытаемся скальпель. Скальпель, скальпель, скальпель. Вот он скальпель. Хорошо, делаем разрез. Ой. Так, нужно достать до грудной клетки. Не совсем удобно это происходит. Тихо-тихо. Тоби, таки извиняюсь, я первый раз это делаю. Так что, если что-то не так, то... Может, прости. Все, сделали разрез. Да, отлично. Теперь отделяем и кожу. Отделяем кожу. О-о-о. Так, а почему здесь не делятся? Ага, ага. И вот эта штука. Да, нужно удалить ребра. Лето наподобиться ребра на кусочки. Реберные кусочки. Вот они. Как хрустнуло. Ух, хорошо. Так, два интересных момента, на которые нужно предпринимание. Во-первых, нет никаких признанных застой крови во внутренних ураганных. Значит, несмотря на то, что покойная она находилась в состоянии партемии, это не стало его убийством, да? Во-вторых, трупа пахнет дымом. Нужно осмотреть легкие. Так, легкие осмотреть. Ага. Чем? Глупой? Нет. Так, на них очень хорошо заметны черные смолистые отложения от сигарет. Во. Легко вылить довольно печально, но родли их состояние. Так, это убило кашель. О чем это я? Легкие. Точно. Так, обморожение, да? Так, сделайте пометку на планшете поврежденных легких. Короче, он был курильщиком, но не из-за этого он типа конин винов. Так, не является причиной гембели. Хорошо. Что дальше? Берем шприц, время собрать образцы. Шприц, берем. Нам потребуется всего три. Из глаза, сердца и мочевого пузыря. Хочу измерить концентрацию алкоголя в крови. Ну, давай начнем из глазика. С помощью анализа можно выяснить, злоупотреблял ли алкоголь, либо нет. Так, тут и из мочевого пузыря. 10 миллилитров. Теперь помешай, братцы, в центре фугу. Но сначала не нужно найти записную книгу. Цифра у меня проблема. Так, взять в кабинете записную книжку, где указаны необходимые записи. Так, в кабинете записную книжку. Это в нашем кабинете? Так, записная книжка, где ты можешь быть? Вот, иди, наверное. Эта штука вся какие-то пятны. Стоит как-нибудь заглянуть на них под микроскопом. Так, вернемся к делу. Пошли к центре фугу. Помещаем, братцы, в ротор. Раз, два, три. Обратцы одинаковые с цветом. Так, у нас видите, нужные параметры. Н, да? Заметки. Так, что тут нужно? 15 минут, 70%, 5 миллилитров, 15 минут. Что-то такое, что-то мне хотят. Так. Время, время, 15 минут, скорость 70%, образец 5 миллилитров. Ага, время, 15 минут, 70%. Так, мне нужно 15 минут на 70%. Отлично, запускаем. Эммм, где кнопка? Вот. Хорошо, пошла. Это что такое? Черт, побери, опять пробки выбило. Тихо-тихо, ну все, и все, идем. Идем. На чем это мы? А, да, содержание кологовия в крови. А, взять образцы с интерфуи. Блин, я думал идти по пробке там восстанавливать. А меня глюкнуло ли? Я такой, что здесь кого-то был, видел, когда свет выключился. Ну, ребят, кто заметил? Я не успел испугаться, потому что я читал. Так, посмотрим, что тут у нас. Все отделилось так, как надо. Наша лаборатория закрыта до завтра, после недавнего М-прошествия. Но, считывая, что любимый в Warfum Tommy был эталон, чей-то нол, результаты едва ли смогут меня удивить. Так, хорошо. Движемся дальше. Теперь создаемся на изучение средечно-судистой системы. Особенно внимание стоит уделить сердцем. Для начала увеличаем... Извлекаем орган из тела. Давай. Наша цель обнаружить темные участки. Так, на первый взгляд, все нормально. Нет никаких изменений. Все? А что ты за дырка у него в сердце? Вот это вот. Так, присмотримся к желудку. Размер в пределах нормы. Цвет розовый. Ничего необычного. Так, желудка у нас тоже все хорошо. Так, теперь нужно его вскрыть и изучить, что внутри. Все делаем как можно аккуратнее. Так, препарировать желудок, да? Вот тут очки. Так, разрезы тут будто... Ага. То есть нужно быть аккуратными, не зацепить себе. Не зацеплять, получается, вот эти вот поля. Не знаю, как объяснить стеночки. Потому что сейчас зацепим, то сейчас брызнет на нас все в лицо. Блин, как же медленно это все происходит. Я просто не хотел бы, чтобы все содержимое желудка Тоби сейчас бы нам в лицо шваркнуло. Окей. Очень много газов. Похоже на какое-то мясо. Или этот человек давно не ел, или большая часть желудка покинула. Иным образом. Нужно посмотреть, куда делась пища. Так, продолжить проведение вскрытия. А куда пища? Молодец. Так, содержимое желудка оказывает на... Прерванный процесс пищеварения рвота. Так, что нам дальше надо продолжить, да? Тщательно изучите орган. Вот это вот... Трахея, да? Выглядит нормально. Так, все самое, как и желудком. Тоже будем резать, да? Ну, давай, пошли, посмотрим. Время работать с таким маленьким уроном. Трахея нужно делать разрез очень осторожно. Так, давай. Орудуем кончиком ножика. Тихонечко. Отлично. Внимательный осмотр. И щепотка логика позволит собрать из-за шоттера хейза битая. Типа, наш чел, блювал. Так, затем, садим, желудка стала выходить наружу, заполнять дыхательные пути. Что и привело к... Ага, он на свои блювоты, да? Умер. Афиксия вода, асфиксия. Так, погибший, скорее всего, уснул или потерял сознание после употребления большого количества алкоголя. Высокая концентрация алкоголя подавила сигналы мозга для вызова роботного рефлекса, что привело к удушению. Татэшер, ребят, для как мы сделали это все красиво. Все, выходим. Так, естественно, да, вот естественно. Так, печать. Ставим печатку. Разгадка на дина, наконец-то. Это не конец. Сначала тело нужно смыть грязь. Почему я печать не могу поставить? А-а-а-а. Вот даже так? Вот это вот печать. Угу. Ладно. Сначала нужно поместить кожу на место. Хорошо. Все, Тоби, я закрываю. А теперь просто зашиваем труп. Так, игла. Я использую бейсбол-стейч технику. Тоби, ссори. Бля, как быстро сделали. Все? Все красиво? С помощью иглы зашить труп. А, вот еще не зашили. Тоби, ссори. Все, чудесно. Так, отойти от тела. Теперь нужно попрещаться с трупом и отправить его в холодильную камеру. Откуда он продолжит свое путешествие? Так, а куда мы Тоби положим? Так, поместите тело в морозильную камеру. Что это тут? Или что мне нужно делать? Ага, все. Тоби, пока. Все. Пока-пока-пока. Как же я устал. Занесу образцы в лабораторию по пути в бар. Ура! Мы отправляемся домой. Позвоню Стивену. Не хочется сегодня пить в одиночестве. Только давай, наверное, мы с тобой таблеточки твои. Алло! Ладно. Хотел таблетки всего и забрать. Бонжур. Да, он доставлен в библиотеке. Я так понял, это нам снится, да? Шо такое? Это сцена с терминатора? Та-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там понял это походу нам с вами кошмар приснился ну либо это вселенная терминатора и на самом деле мы джон фонар прости меня тяжело и часто дышит что что господи ну и сон блин голова раскалывается там где наша таблеточка быстро время летит конечно рано работу вставай до бабу лесики всегда приятно найти заначку на черный день лазин и не мог ее поддержать она еще и беременна была до ясненько пока смерть не разлучит нас так ладно найдем таблетки в ванной она будет все-таки постирать это слишком много света один у нас ванная вот туда наверное да вот ванна жалко что не помогает от похмелья сраный телефон они где-то а вот эти да я понял понял опаздываю скоро буду как будто мертвых куда-то спешат джек нет элис кто это шарлотта грейс прости правда я тебя не узнал подумал подумал это с работы звонят ничего сама ненавижу когда мне с работы домой звонят как ты там мы не общались с тех пор как ну ты знаешь порой неплохо порой отвратно что тут сказать крайне мере на работе можно всего этого скрыться да ты сюда был на работе сейчас вы как дома слушай меня к тебе просьба чем могу помочь ничего такого просто хотела спросить у тебя остались фотографии элис может что-то где мы с ней вместе я бы хотела забрать парочку в память о ней наверное не уверен посмотрю ее вещах спасибо извини что приходится тебя напрягать этим тебе так сейчас непросто да как-нибудь справлюсь я давно уже собрался перебрать ее вещи а стивена ты не спрашивала да как раз утром с ним разговаривала он сказал что дал их или с маме понятно джеки понимая что ты стараюсь и пытаешься справиться с этим сам стивен тебе поможет понятно что у тебя есть в общем если захочешь как-нибудь поврить об эллис вспомнить ее слушай мне правда пора я так уже проспал на работу по 2 и еще коими дела по дороге нужно сделать а хорошо извини что задержала я посмотрю что есть и пришлю спасибо что позвонила пока ой у тебя есть мой адрес не под рукой лучше напомни пожалуйста надеюсь мне это не запоминуть понял хорошо спасибо это правда для меня важно я так по ней скучаю ты не представляешь да я тоже я все сделаю мне несложно правда спасибо береги себя джек и ты шарлотта было приятно тебя услышать громко вздыхает да уж неожиданно надо найти что-нибудь что можно отправить эллис это не с обители зла эллис так нам нужно и отправить пару фотографий да а где не находится мы уже прям как у меня в комнате частенько урана так найти фото эллис и конвер чтобы отправить снимок шарлотте а где мне их искать и мне найти эти фотографии мира подскажи мне пожалуйста вот это вот письмо до конверт не она и она ладно на холодильнике меню на сегодня ужин уже нужен пиво и пицца хорошо так же мы со всеми вчера обожжались не уверен что то есть удобная для какая-то ты шо губы уточкой так читать а где мне искать фото эллис ну вот фото эллис вот фото эллис или менее эти фотки нужно нужно найти что это такое не музыку мы явно включать с вами не будем потому что я знаю значит вот эти все авторские права тут явно фоток нету правильно я понимаю поторопитесь а куда торопиться обязательно элемент пейзажа с бум офисе она будет прочитать хотя бы парочку ребят не поверите но и не могу найти ни одной фотографии так а это выход пусть пока мисс проветриться немножко ладно давай посмотрим все фотки малым уж это что нам даст хотя я думаю но вряд ли ведут не самый живописный но но что-то про машину там сказал алёв игра моими пожалуйста где мне найти фотографию эллис но где-то наверху но это похоже на письмо вот смотри от реально похоже на письмо так ребят давайте наверно мы уже в следующей серии будем искать с вами письмо я думаю на этом мы принципе закончим не знаем как вам игрулька если зашла то будем проходить дальше если нет то на этом и принципе крица и закончим так что все всем спасибо за просмотр и пиши комментарии не стесняйся продолжать или дальше прохождение этой рамки не знаю будет ли интересно и либо нет это я без понятия так что все все всем пока пока и до потом